Добрый день! Это программа «Служите доктора» у микрофона Вера Власова. Сегодня в предновогоднем выпуске подводим итоги года с Андреем Андроновым, главным врачом Северной городской больницы скорой медицинской помощи. Здравствуйте, Андрей Витальевич! Добрый день! День! Все верно. Итак, давайте начнем рассказ о том, что происходило с Северной больницей в 2017 году, выходящем. Очень много мы в этом году говорили именно о внешних преобразованиях, поэтому давайте с ними и начнем. Было анонсировано, что к концу года завершатся некоторые этапы изменения внешнего облика больницы. Что сейчас происходит? Расскажите, пожалуйста. Когда мы планировали нашу работу на 2017 год, действительно, мы наметили для себя несколько этапов. Первый этап был ремонт в нашем родильном доме, объединение двух родильных отделений и создание, так называемого, нашего городского периметального центра. Что успешно было совершено. Да, нам удалось это сделать. Провели ремонтные работы, структурные преобразования. Причем всех поражал именно срок исполнения задач. Очень быстро у тебя вызвали? Нет, надо понимать, что, в принципе, очень много было до этого сделано. Когда роддом ремонтировался и ранее, мы сделали косметические ремонты в тех, скажем так, отделениях, где его не было сделано. Или он немножко за это время пришел в упадок, отремонтировали третий этаж, сделали там хорошую операционную, две палаты интенсивной терапии, ординаторскую, еще ряд подсудных помещений, скажем так. Нам удалось это сделать. Было приятно. В конце концов, самое сложное было действительно два коллектива слить в один. И у нас еще появилось два дополнительных, три всего, плюсом всего четыре отделения. То есть это родильное отделение, патология беременности, неонатологическое отделение и отделение анестезиологии и реанимации, которые именно работают на этот периментальный центр. Действительно было сложно подобрать кадры. Точнее, не подобрать, а распределить их имеющиеся кадры докторов, медсестер. Но в конечном итоге, благодаря слаженной работе заведующих в первую очередь, заместителей главного врача, эту работу удалось закончить. И наш родильный дом начал работать. В общем-то, он сейчас работает в своем уже в таком привычном штатном режиме. Ну, это приятно, это хорошо, это нормально. Вторым этапом у нас было запланировано переезд упаковочных отделений из одного корпуса в другой, фактически поменять местами. Перед этим, конечно, каждое отделение, которое планировалось к переезду, оно нуждалось в ремонте, поскольку часть помещений каких-то было сделано ранее, перевязочные, процедурные, а палаты, коридоры, они оставались, конечно, в таком, ну, неудовлетворительном, скажем так, состоянии. Вот. Все это прикинул, создав план действий. Ну, планомерно начали этой работой заниматься, и, собственно говоря, весь этот 17-й год мы этим занимались, создавая вот именно более-менее комфортные условия для пациентов и для сотрудников, потому что работать в не очень комфортных условиях всегда плохо, результат другой, блинцы и стены лечат, как говорят, да, то есть хотелось именно привести все эти отделения в божеский вид. Ну, это к вопросу о том, почему именно с ремонтов начинаются все преобразования, да, как раз. Ну, да, вот эти... Почему не говорится? Сам переезд отделений из одного корпуса в другой, это непросто, а поменять их местами, имеется в виду, что наши вот кардиология, терапия, неврология переехали в корпус номер один, нам так проще говорить сейчас, терапевтический корпус. Деление, реанимация, интенсивная терапия, то есть кардио-реанимация тоже туда переехали. Функциональная диагностика, эндоскопия туда переехала. То есть это такие вот, понимаете, вещи, которые не решаются в течение пяти минут. Это сложно для сотрудников, в первую очередь, поскольку годами, работая на прежнем месте, учесть пожелания и чаяния каждого человека, это очень сложно, практически невозможно. Поэтому, в общем-то, подходили более-менее объективно. А все эти приезды, они для чего? Сейчас объясню. Затем у нас переехали обе хирурги, хирургическая реанимация, бывший терапевтический корпус. Вот. И на данном этапе, на данном этапе, на данном этапе заканчиваются ремонты в отделении хирургии. И вот буквально сегодня, завтра, послезавтра, наконец-то наша первая... То есть это переезд. И, да, вторая, третья хирургия уже сядут, скажем так, осядут на своих местах постоянной работы. Новый год они встретят уже в новом, отремонтированном. Отделение гинекологии тоже у нас, в общем-то, новоселье отметили. То есть фактически все коечные отделения в этом году у нас отметили свое новоселье, если так можно сказать. Для чего это надо? Ну, во-первых, чтобы рациональнее использовать имеющиеся площади. Рациональнее использовать то, что было сделано нашими предшественниками ранее. То есть был построен прекрасный апперблок в пятиэтажном корпусе. Хорошее отделение реанимации, но по разным причинам несколько лет это не использовалось. То есть было сделано, но не использовалось. И, конечно, не использовать эти помещения, когда все остальные отделения, та же у нас кардиология, терапия, были в очень сжатом состоянии. Койки стояли практически вплотную друг к другу. Было нерационально. Поэтому нужно было это сделать с тем, чтобы и пациенты чувствовали себя комфортно, и врачи, создать им условия для работы, рабочие места, чтобы они лучше работали. Им комфортнее работать, лучше думаться, лучше происходят показания процедур, капельницы, перевязки и прочее. Вот с этой целью мы все это и делаем. Да и на работу приходится хорошее настроение, да? Ну, конечно, да. Что во многом сказывается на оказании у всех пациентов. Ну, конечно, это тоже. А что осталось сделать на следующий год? Что вы планируете именно в плане ремонтов, приездов? В плане ремонтов? Ну, нам нужно доделать экстренно-хирургическое отделение, которое мы начали в этом году. Мы не спешим это делать с тем, для того, чтобы сделать более качественно, отделение, экстренно-хирургическое отделение. Затем терапевтическую реанимацию. Мы ее планируем сделать на 12 коек. Много в этом году удалось сделать. То есть сделали два неплохих зала. Проводку поменяли, сантехнику, электрику, плитка, все выложили. Но на данном этапе решили пока сосредоточиться на экстренно-хирургическом отделении. Потому что это актуальнее на сегодняшний день. Как только мы там закончим это, мы уже приступим к завершению работ по терапевтической реанимации. Также в планах у нас мы немножечко постарались подремонтировать взрослую поликлинику. Поменяли двери, сделали безбарьерную регистратуру, гардероб, сделали зал для ожидания пациентов. Чтобы они не толпились в коридорах, не находились там, было где присесть. Но все равно это нуждается в доработке, в дальнейшем приведении более-менее в такое вот. Есть ли чем работать, одним словом. И в планах у нас, конечно же, сделать в женской консультации свою операционную. Сделать там дневной стационар, с тем, чтобы женская консультация, они и так, в общем-то, здорово достаточно работают. Ну, спектр их показания помощи значительно увеличился. Ну, вот такие вот планы на будущий год в плане ремонтов. Надо отметить очень такую важную деталь, что мы, делая ремонт, на ремонтах не зацикливаемся. То есть, в общем-то, у нас НИСМУ, все-таки лечебное учреждение, и в приоритете всегда это лечение пациентов. Поэтому, делая акцент на ремонтах, мы в два раза больше, если не все основное время, именно уделяем времени, качеству указания помощи. Все те объемы плановые, которые до нас доводило, министерство, в общем-то, мы выполнили. То есть, никому мы в помощи не отказывали. И смотря вот на какие вот сложные условия работы, в первую очередь, сотрудников, это врачей, сестер, это серьезные трудности, на самом деле, работать в условиях вот таких вот перемен, изменений, переездов бесконечных. Да, это очень тяжело. Ну и, конечно, пациентам тоже не сладко. Почему? Потому что они же видят, и все равно где-то шум стоит, где-то летит. Хотя мы старались максимально спланировать работы таким образом, чтобы лечебно-охранительный режим все-таки у нас соблюдался. Но иногда это не удавалось. Поэтому я хочу сказать, что наши сотрудники Северной больницы совершили, я считаю, подвиг. Да, подвиг. Работая в таких сложных условиях, они, в общем-то, все это выдержали. И очень отрадно об этом говорить, что в следующем году, я надеюсь, так получится. По факту, поскольку мы уже все это практически сделали, именно комфортно будет и работать, оказывать помощь и пациентам, и ходиться в стационаре. Более-менее комфортно. Вот это. Очень хорошо, что Вы говорите именно в следующем году, что это не какая-то отдаленная перспектива, это будет вот уже совсем-совсем скоро. Конечно, это слушается очень радостно. Начали Вы говорить о персонале, о увлеченности, о заинтересованности персонала. Да, я слышала о совместных мероприятиях, которые у Вас проходят на территории медучреждения, субботники, и сама территория, собственно, потерпела некоторые изменения в лучшую сторону. В частности, появились газоны, появились цветы, появились памятники архитектуры, появились. Да, расскажите об этом, пожалуйста, подробнее. Субботники проводятся всегда, проводились, по крайней мере, в северной больнице. И сейчас проводятся. В этом году мы провели субботники по приведению территории в порядок, это весной. И несколько субботников у нас было летом, когда мы перед открытием скульптуры «Мать и дитя». То есть, там немножко все заросло, мы это порубили, убрали. Сотрудники несколько раз выходили, достаточно активно приводили в порядок. Помогали наши друзья с «Авитек», 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 привозили нам песок, землю. Друзья-соседи. Ну да, то есть, проделана, на самом деле, немаленькая работа. Пытались отремонтировать фасады без каких-то таких мега-вложений, пройтись по минимуму, но с тем, чтобы больница все-таки выглядела как больница. Чтобы она была узнаваема, ее исторический вид, который знают практически все доктора, не только Кирова, но и области, поскольку... Я не буду врать, наверное, если скажу, что подавляющее большинство врачей, в свое время хирургов, гинекологов, проходили интернатуру, ординатуру в Северной больнице. Да, то есть, эта больница достаточно культовая, узнаваемая. И хотелось вот именно, чтобы она и внешне выглядела соответствующим образом. Когда пациенты или родственники пациентов подходят к больнице, они должны видеть, что это да, это серьезное лечебное учреждение, заходя на территорию. Уважающие себя. Конечно, заходя на территорию, они должны видеть и понимать, что они заходят на территорию серьезного лечебного учреждения, коим мы и являемся. С этой целью, собственно говоря, мы все это делаем. Ну и глаз радовало, что это, конечно. Давайте непосредственно, наверное, к медицине перейдем. Я знаю, что есть сотрудники, есть врачи, есть руководители отделения, которыми вы особенно горите в этом году, которые принесли свой неоценимый вклад, работая, во-первых, в тех условиях, которые вы сейчас озвучили, в очень тяжелых, но и сделали очень много хорошего при этом. Расскажите о них, пожалуйста. Я мог бы назвать каждого заведующего нашим отделением, каждого заместителя главного врача, если я кого-то упущу, будет несправедливо, поскольку приложили все огромные усилия и внесли свой большой вклад в те изменения, которые происходили в этом году. Заслуживаю огромного, скажем так, уважения каждый заведующий. Ну, по фамилиям я бы хотел выделить Варсегов Игорь Вячеславович, Протасова Светлана Васильевна, заведующий терапевтическим отделением. Игорь Вячеславович? Заведующий кардиологическим отделением. Мищенко Сергея Валерьевич заведует гинекологией. Ему, в общем-то, в этом году, о, не в этом году, в начале следующего года он отмечает свой юбилей. Хочется пожелать крепкого здоровья. Да. Он достаточно большую роль сыграл, потому что отделение самое большое, на стукоек, в общем-то, они, наши акушер-гинекологи, проделали немаленькую работу в этом году, проучились, освоили новые технологии, новые виды операций, все это внедрили в практику, это здорово. А в целях заведений уже иной, да, получилась учреждение? С заведующей хирургическими отделениями это Гулидов Роман Викторович и Злобин Александр Иванович, Новиков Олег Анатольевич, Отмахов Олег Анатольевич, заведующий хирургической реанимацией, потрясающей энергии человек и профессионализма. Шаренкова, Татьяна Изосим, заведующая женской консультацией, они, в общем-то, тоже испытали на себя весь груз всех этих переездов, это было на самом деле очень непросто, тем более, что женская консультация у нас находится немножко в другом здании, на северной набережной. Организовать работу там было достаточно непросто. Отделение неврологии тоже отметило у нас новоселье, Сергей Викторович руководит отделением терапевтической реанимации Дмитриев Виктор Викторович. То есть, всех, можно всех называть. Огромную работу проделали замы, это Чащин Александр Викторович, Ирина Анатольевна Макарова, Головин Роман Викторович. То есть, всех, можно всех назвать. Это, на самом деле, каждодневный, огромный труд. Причем эти люди, это, между своей энергетикой, своим стремлением, да, к работе, ведут за собой коллектив весь. Рабочий день у нас, кроме руководителя, нормирован, но, глядя на, вот, наших организаторов, на докторов, которые в их отделениях работают. Ну, и думаю, что, да, рабочий день у нас, похоже, не нормированный у всех. То есть, работают на результат, да, что называется? Я думаю, да. Это очень приятно слышать. А что касается молодежи, насколько велики поступления молодого персонала в учреждения в этом году? Какие ребята приходят? Кадры решают все, как говорится. На самом деле, у нас есть проблемы в кадрах, как во врачебных, так и в сестринских. Вот. У нас главная медсестра Юлия Сергеевна большую работу в этом направлении тоже проводит. Она много раз ездила и в медколледж. Мы разговаривали и со студентками. в общем-то, отобрали на будущий год на перспективу все несколько человек. Ну, достаточно много. Мы очень надеемся, что они придут к нам работать. Мы знаем, где они будут работать, в принципе, на сегодняшний день. То есть они уже сейчас заканчивают обучение, уже ты это знаешь, куда они идут? Ну, работа, наверное, у всех есть. Ну, у всех есть. Сложно вот вопрос такой. Мы просто приглашаем их себе работать, рассказываем про нашу работу, какая у них была в перспективе заработная плата. Ну, и кто-то соглашаться сложно говорить однозначно, поскольку больница скорой медицинской помощи, больница работает в экстренном режиме, 24 часа в сутки, 265 дней в году. И вот этот режим работы, он непростой. Он непростой, и накладывает на себя определенную нагрузку, как на врачей. Понятно, и на сестер, поскольку сестры ближе к пациентам находятся, они постоянно с ними круглые сутки. И не каждый человек в этой связи может вынести такую вот, скажем, нагрузку психологическую и физическую. Скажем, у нас есть проблемы, в том числе на сегодняшний день с операционными сестрами, как они с анестезистками. Ну, те сотрудники, которые вот сейчас есть, работают, они, конечно, работают с огромной нагрузкой, с очень большой нагрузкой. Хочется укомплектовать штаты с тем, чтобы вот как-то более-менее равномерно это было, чтобы у них оставалось время не только на работу, но по ним работающие на личное, на семью, на свои детововлечения, хобби и прочее. Понятно, без ущерба для заработной платы. То есть, укомплектовав штаты, мы не планируем снижать заработную плату имеющуюся сегодня. вот такая вот у нас политика на сегодняшний день принята. По врачам я хочу сказать, что активно мы работаем с медакадемией, с выпускниками, ой, прошу прощения, с медуниверситетом. встречаемся, приглашаем к себе, отдаем целевое направление. Но на сегодняшний день мы, в общем-то, перестали с школьниками, со школьниками. Глядя на перспективу, разговариваем, видно, целеустремленных ребят, заключаем с ними целевое направление. Видно, побеседовав с человеком, видно, сразу есть у него желание, есть, понятно, предугадать на 100% что-то невозможно, но... Конечно, все еще может измениться. Все измениться, но тем не менее стараемся это делать. У нас большие проблемы с участковыми терапевтами. Мы даем объявления о приеме на работу, пытаемся за зарплату заинтересовать. Есть у нас квартира служебная жилья, мы ее для участковых терапевтов сейчас держим, у нас освободилось, но мы ее держим. Вот хотя бы этим. Это существенно. Это существенно, это важно. врачей молодых, если так можно выразиться, которые закончили институт, ординатуру в этом году пришло достаточно много. Но я еще раз повторюсь, не все выдерживают ритм такой работы, кто-то уходит. Но кто остается, те остаются. Какой бы вы характеризовали всех ребят, которые остаются? Какой сейчас выпускник? Кто к вам приходит? Какие-то люди? Здесь нужно всем работать в одном русле престиж и профессии врача на сегодняшний день он существенно подорван. Как вы скажете? Постоянно об этом не только я говорю, многие об этом доктора говорят. Конечно, кто-то отсеивается, предпочитает идти в косметологию, еще в какие-то такие направления. А вот именно те специальности, которые на сегодняшний день более всего востребованы, то есть хирургия, шерство-гинекология, анестезиология, реанимация, кардиология, неврология, терапия. Здесь, конечно, нужно работать, повышать престиж профессий. Хотя доктора приходят, работают, и я хочу сказать, что совсем неплохо работают. Вот я слышала, что помимо тех людей, руководителей, врачей, которых вы назвали, есть еще те, которые у вас участвуют так или иначе в каких-то конкурсах, например, вот Мисс Дровоохранения недавно была, да? Девушка у вас там победила, расскажите, пожалуйста. Врач УЗИ диагностики, Ксения Андреевна Калкая, молодец. Умница, красавица, да? Да, человек из-за талантлив, он талантлив во всем. Совершенно верно. И внешне, и внутренний мир, ну и как профессионал. То есть вот чем не престиж. Мисс Дровоохранения 2017 работает в Северной больнице. Ну это здорово. Ксения Андреевна представила очень красочно нашу больницу на том конкурсе. Мне бесконечно за это благодарна. Мы стараемся. Скажите, в чем заключается конкурс? То есть проявить себя? Проявить в повышении профессии, в престиже профессии, я считаю. То есть интеллектуалы как внешние данные, так и внутренние в сочетании продекларировать медицину как, на мой взгляд, не просто такую сухую специальность, где только вот ходят, ходят, таблетки, крелюли, что-то такое. Что все на самом деле многогранно. На самом деле многогранно, да. И люди в ней, в медицине, это, на мой взгляд, немножко по интеллекту больше не по виду по другим сказам. Ну, я думаю, что так исторически сложилось, что врачи у нас в приори должны представлять. Хочется так верить в это. Интеллигенции, да, представлять. Скажите, пожалуйста, Андрей Витальевич, про повышение квалификации врачей, да, конгрессов, в которых участвовали, насколько они действительно актуальны и что из них вот в 2017 году вы взяли для своей работы? Повышать квалификацию, конечно, нужно необходимым. Врач учится в течение всей своей трудовой деятельности, помимо самообразования, это литература, сейчас хорошие источники в интернете есть. Вот. У нас замечательный медуниверситет, замечательный медуниверситет, на его базе проходят различные циклы усовершенствования. Есть чему поучиться в других больницах. Областная больница, онкодиспансер, есть что у нас посмотреть, скажем так, к примеру, взять наш перинатальный центр, я не упомяну родину Ириду Георгиевну, которая руководит очень давно Шакирова, Наталья Икрамовна, это специалисты, у которых есть чему поучиться, есть что перенять, к нам приходят, тоже у нас учатся. Ну и, собственно говоря, конечно, это обучение на центральных базах, то есть все передовое перенимать то, что есть у нас, в том числе и в областной перинатальном центре. Наши доктора туда ходят, учатся в симуляционном центре, прошли обучение. Съездили в Казань гинекологи, были в Москве, в Питере. То есть это то направление, которому мы уделяем большое внимание. Я, по крайней мере, стараюсь не ограничивать докторов в их желании обучаться и повышать свой уровень квалификации. На сегодняшний день мы сегодня с Игорем Федоровичем Набатовым созванивались. Мы договорились о том, что на рабочем месте все наши хирурги в следующем году пройдут такое, скажем так, не обучение, не ТО-шку, но посмотрят, получится работать, точнее, опытом поделятся хирурги нашего онкодиспансера с нашим хирургом в плане лечения оперативного именно пациентов с онкопатологией, поскольку таких пациентов в нашей хирургии много попадает поэксперим. Показания в наших хирургах оперируют, оперируют неплохо, но посмотреть, как это делают другие, не выезжая куда-то за пределы, можно здесь. То есть, наши доктора просто сходят и посмотрят то, что им интересно, то, что делается об онкодиспансере. Это замечательно. Ну и мы планируем в следующем году, конечно, тоже наших докторов командировать на центральной базе. Я хотел спросить. Ну, это в общем-то Москва, Питер, Казань вот основные. То есть, у больницы есть возможность? На этом не экономят, я скажу так. На этом экономить нельзя. Почему? Потому что новые технологии, новые методы лечения, они должны внедряться постоянно, без вариантов. Все очень согласно. Мы планируем получить лицензию в следующем году на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по правилю хирургии и гинекологии. И если все у нас сложится, так мы планируем начать указывать высокотехнологичную помощь хирургии и гинекологии. И вот, Кулешначи, мы про цели 2018 года. Слышала я, что вы очень большую работу хотите проделать в отношении поликлиники. Расскажите об этом потом, пожалуйста. На сегодняшний день так получилось, к сожалению, что наша поликлиника, она находится не в самом своем лучшем состоянии. Как я не говорю сейчас про ремонт, но и в том числе по уровню оснащенности и укомплектованности кадрами. Причин тут много, я на них останавливаться не хочу, не буду. Мы сегодня об этом много говорили среди коллег. Это слабое звено, есть над чем работать, и на следующий год мы вплотную будем браться именно за нашу поликлинику. Будем развивать количество профилей, по которым помощь оказывается, узких профилей, развивать то, что мы на сегодняшний день, и в первую очередь нам нужно укомплектовать конечно же эту участковость. Так получилось, что ряд докторов у нас на ничего ушло, те доктора молодые, которые пришли в этом году, они еще не совсем готовы что ли к этой тяжелой каждодневной работе, поэтому будем привлекать докторов, приглашать к себе на работу, обучать тех докторов, которых мы сегодня имеем, ну и понятно, создавать для них условия, есть тему для развития поликлиники. Я думаю, что следующий год мы будем ознаменовать его как год развития поликлиники и женской консультации нашей. Замечательно. Ну, на этом мы вас и подловим в следующем году. Будем ждать с отчетами, подробностями деятельности. Очень нравится мне с вами беседовать, потому что всегда адекватно понимаете, какие есть задачи сейчас и ставите задачи себе по их исполнению. Спасибо большое, что пришли. Андрей Витальевич Андронов, главный врач Северной городской больницы скорой медицинской помощи, был сегодня в программе «Слушайте доктора». Я Вера Власова. С наступающего Нового года всех! Спасибо и вас также. Всем крепкого здоровья. Спасибо и вам. Всего доброго. До свидания.